Добрый вечер, это программа «Время вашего вопроса». Возвращаемся к нашей рубрике «Гражданская инициатива». Эта рубрика посвящена общественным проектам и их влиянию на общество. Сегодня обсудим организацию работы по поддержке неправительственных организаций, институтов гражданского общества, а именно, в частности, деятельность гражданского ресурсного центра. Итак, в студии Гульбаршин Муштанова, председатель общественного объединения Жаик Тане. Добрый вечер. Добро пожаловать. Мы работаем в прямом эфире. Все средства связи, как обычно, будут даны на экране. Пожалуйста, обращайтесь, задавайте важные для вас вопросы. Итак, давайте начнем с гражданского ресурсного центра. Прежде всего, что он собой представляет и в чем его цель, для чего он нужен? Ну, начнем с того, что этот проект реализуется при поддержке местного исполнительного органа. То есть, управление внутренней политикой. И этот проект, он не новый, он уже реализуется на протяжении четырех лет. Единственное, он всего одногодичный. Ну, жизненный цикл, будем так говорить, где-то, наверное, семь, максимум восемь месяцев. То есть, он где-то в начале года пока публикуется, и так далее. Там процедуры конкурсные идут, ну, и где-то в ноябре он заканчивается. Вот. Мы, наша организация реализует этот проект. Мы реализовали его в 21-м году и вот в 22-м году. Изначально вообще ресурсные центры на местном уровне таких проектов не было. В основном они шли как республиканские гражданские ресурсные центры. И проекты были через Центр поддержки гражданских инициатив. Но неправительственные организации говорили, что такие ресурсные центры должны вообще быть на всех уровнях. Помимо там республиканского, они должны быть областного, там сельского. На сельском уровне тоже должны быть. И поэтому сейчас он реализуется как уже областной гражданский ресурсный центр. Вообще, основная задача это поддержка неправительственных организаций. Ну вот у нас в области где-то 700 некоммерческих организаций. Из них, если говорить НПО, в том числе, наверное, активных, по области можно, наверное, сказать, меньше 100. Где-то, наверное, 50-60, будем так говорить. То есть 700 те, кто имеет регистрацию? Ну, некоммерческий сектор, это и профсоюзные организации, да, это же различные такие вот, ну, как бы, организации, да, сообщества, которые выполняют там ту или иную роль. Но мы говорим сейчас о неправительственных организациях НПО, это общественные объединения, ассоциации, союзы, за которыми стоит целевая аудитория и права которых они, как бы, продвигают, решают, вот, как бы, про них. Поэтому основная цель, это вот как раз-таки поддержка неправительственного сектора в решении, помощь в решении их проблем или проблем целевой аудитории. Ну, да, здесь, соответственно, вопрос возникает, в чем эта поддержка заключается? То есть это информационная поддержка, это, возможно, поддержка какими-то средствами техническими, финансовыми, возможно. Да, вы правильно. Как выглядит эта поддержка, да? Правильно говорите, она и работает в нескольких направлениях, это как раз-таки первое в основном, это консультационная информационная помощь, да, то есть через соцсети мы размещаем, в соцсетях мы размещаем, где можно найти финансирование этой гранты, государственные гранты, в том числе и негосударственные гранты. Это какие-то малые гранты есть, сейчас у нас очень много по республике реализуется, это государственный социальный заказ, участие через госзакупки на портале. Это вот такая вот консультативная помощь, да, у нас есть несколько экспертов, которые консультируют в этом направлении. Это юридическая помощь по разным причем направлениям, у нас есть юрист, который может помочь, например, открыть или зарегистрировать такую организацию, либо у нас есть организации, которые, ну, на стадии закрытия, например, там, да, ну, по тем или иным причинам, значит, как здесь быть, например. Либо может просто любой житель прийти и, там, не знаю, там, права потребителей, например, там, то есть получить вот такую юридическую помощь. Информационно-юридическая, плюс составление технических спецификаций, работа на портале госзакупок, взаимодействие с государственными организациями, какими-то, нахождение стейкхолдеров, вот в основном, ну, как бы, вот такая вот помощь идет у ресурсного центра. А те НПО, которые к вам обращаются, какие вопросы их волнуют? С какими проблемами они сталкиваются? В основном это поиск финансирования. Да, в основном. Потому что в сельской местности, ну, и вообще по области, конечно, есть, да, как бы, средства, механизмы поддержки, да, неправительственных организаций. Но в основном источник финансирования сейчас НПО видит в виде государственного социального заказа. Хотя его основная цель, вообще, цель государственного социального заказа не поддержка самих организаций, а решение социальных проблем через деятельность неправительственных организаций. То есть это, там, поддержка уязвимых слоев населения, там, не знаю, трудоустройство, возможно, там, выпускников детских домов. А, к примеру, там, поддержка молодежных каких-то инициатив, там, развитие волонтерского движения. Ну, то есть, вот, как бы, разные, да, есть. И поэтому... То есть НПО выступает в роли таких акторов, которые должны решать проблему непосредственно? Да, да. Ну, вот, если говорить там про государственный социальный заказ, он в основном, ну, то есть это заказчик, да, который ставит конкретную, там, задачу, конкретные действия, план мероприятий и конкретную цену за это, да, будем так говорить. Зачастую неправительственным организациям не хватает этих средств для того, чтобы решить, ну, как бы, полный спектр, наверное, да, там, шире, что ли, поработать в этом направлении. И, соответственно, здесь нужен дополнительный поиск, вот, финансирование. Ну, вот, смотрите, допустим, если я, будем так говорить, хочу начать некую общественную деятельность, ну, я вот новичок, да, в этой сфере, но меня волнует некая проблема, я понимаю, как ее решить, я вижу, да, примерно у себя в голове некие механизмы решения, мне возможно получить тот же самый социальный госзаказ, какое-либо финансирование? Или новичку, или небольшому НПО, очень-очень сложно это сделать. Да, я согласна здесь, но, вы знаете, если есть физическое, ну, вы, как, например, просто житель нашего города, да, к примеру, вот, там, вы хотите, там, что-то, решить какую-то проблему, там, буквально, там, вашего дома, вашего двора, да, у вас есть идея, там, инициатива, мы ежегодно размещаем малые гранты, причем здесь в конкурсе малых грантов могут участвовать не только неправительственные организации, но и физлица. Выдается конкретная, там, сумма для того, чтобы, ну, я не говорю, что это большие деньги, конечно, до 500 тысяч тенге выделяется на решение, вот, как, конкретные, там, идеи, там, проблемы, возможно, ну, частичные, может быть, там, проблемы. Если говорить о неправительственных организациях, то они, как раз-таки, могут участвовать в государственном социальном заказе, в том, и в этих грантах, и в государственных, и в негосударственных, подать, например, возможно, найти, ну, нефинансовый механизм поддержки, это тоже есть, потому что у нас сегодня через, даже через поддержку предпринимателей решаются какие-то социальные проблемы же, да, там, то же самое трудоустройство, открытие каких-то вот центров. Вообще, ресурс, гражданский ресурсный центр, мы говорим, он должен работать шире, не только для НПО, но и для всего населения, да, как комьюнити-центр он должен работать, причем, наверное, этот центр должен быть, располагаться не только в одном месте, да, а может быть, например, там, зонально, там, по городу, по районам он должен располагаться, и тогда, конечно, о нем узнают больше людей. Да, хорошо, вот вы говорите о грантах, о малогрантах, но все-таки сумма в 500 тысяч, она, ну, практически мизерна, если мы говорим о решении, ну, любой значимой социальной проблемы. Все-таки здесь необходимо рассчитывать на все-таки организацию предоставления госсоцзаказа, я правильно понимаю, или на помощь каких-то крупных фондов западных, допустим, и так далее. Ну, сегодня очень много таких доноров, которые размещают как раз-таки, да, негосударственные гранты, которые готовы поддержать гражданские инициативы, да, если это именно нацелено на решение проблем, причем они видят, ну, как бы ставят конкретные цели, достижение конкретных индикаторов, и результативность должна быть как раз-таки во всех проектах это прослеживаться, как бы, да. Ну, если говорить, например, о сумме, там, 500 тысяч, на то он и малый грант, у него срок очень маленький, то есть на протяжении, там, может быть, там, двух-трех месяцев вы конкретно, там, конкретно в селе, возможно, там, хотите открыть, ну, не знаю, там, какой-нибудь учебный центр, чтобы, там, детям привить, не знаю, там, навыки, не знаю, шитья, чего-то такого там, да, что-то там, или, может быть, какие-то... То есть небольшие кружки? Да, да, кружок какой-то, например, не знаю, открыт, там, может быть, вы хотите провести какое-нибудь, там, соревнование, но у вас не хватает на это средств, у вас есть идеи. Вот через реализацию этих малых грантов срок очень небольшой, но если у вас конкретная, как бы, идея, механизм, то вы можете обладать уже, да, государственные органы, которые размещают государственный заказ. Причем у нас сейчас любое управление может по своей сфере размещать государственный социальный заказ и реализовать его через неправительственные организации. Ну, давайте подробнее поговорим о проблемах, которые в этой сфере существуют. Вот одна из них — это необходимость опыта, особенно у НПО, которые только-только начинают свою деятельность. Ну, требовать у них опыта невозможно, потому что он у них априори его быть не может. Человек только... Люди, допустим, да, объединенные идеи, но они только свой путь начали. Вот в этом случае что делать, если нет опыта? Вы знаете, здесь, наверное, опыт, да, он даже... Когда вы трудоустраиваетесь на работу, у вас тоже спрашивают опыт, но однако все-таки люди, не имея опыта, но имея креативное мышление, они все-таки устраиваются на работу, да, поэтому здесь, ну, я, например, приведу свой горький опыт, да. В 2016 году наша организация зарегистрировалась. И мы, ну, как бы, чтобы решить свои... Воплотить свои идеи, мечты, да, мы как раз-таки участвовали в госсоцзаказе. И мы подали 26 заявок, и все были у нас, ну, как бы, провальные. Ну, в любом случае, да, ну, как бы, через снижение цены, через дополнительные какие-то дополнения к той заявке, которую нам заказчик подал, мы сказали, что мы еще дополнительно вот это проведем, потому что, ну, как бы, нам это... Не сложно, да, сделать это. Мы, как бы, выиграли первый проект через два месяца после регистрации. Я так думаю, что сразу в первый год, ну, как бы, мы реализовали уже три проекта. Для этого, ну, как бы, опыт, это все нормально. Сейчас, когда к нам приходят с инициативой, что мы хотим, например, зарегистрировать некоммерческую организацию, мы сразу говорим, что есть различные, ну, как бы, как у любого гражданина и любой организации, есть обязанности, да, есть конкретные, там, отчетности. Даже если вам выдали финансирование, то вы должны будете отчитываться по всем этим, да, как бы, затратам и так далее. Нужно брать на себя ответственность. И если вы готовы, то мы обязательно, как бы, помогаем, да, и находим им средства, чтобы воплощение их идей. Но первое, что я предлагаю еще дополнительно, да, мы говорим, примкните к существующим неправительственным организациям. Ни одна организация не будет против, да, если к нему придет человек с креативным таким, да, с креативом, с идеей какой-то. Даже к нам сейчас, если придет человек, я скажу, без проблем, вы можете через нашу организацию подать эту заявку. Вы будете как платформа такая. Да, вы выступите просто, ну, как бы, инициатором, плюс даже координатором этого проекта. Да, ну, требование опыта, с одной стороны, понятно, потому что все-таки хочется, чтобы в сферу пришли опытные люди, которые имеют понимание о той или иной проблеме. С другой стороны, вот требование опыта может быть таким дискриминирующим фактором, который просто будет резать на корню активных НПО. Вот здесь такая проблема, может быть. Да, сейчас мы еще говорим, что нужна коллаборация, да, мы кооперируемся. Мы, например, на данный момент мы реализуем один проект, грант, и здесь участвуют аж шесть организаций неправительственных, в том числе и республиканского масштаба, областного масштаба. Поэтому здесь говорите о том, что, ну, вообще они как бы не могут воплотить свои идеи, не имея опыта. Причем, вы знаете, при участии в госсоцзаказе там несколько критериев, в том числе один пункт, это вот как раз-таки наличие опыта. Один пункт. А остальные пункты, они как раз-таки не про опыт. То есть там восемь критериев, по которым отбирается поставщик. Ну вот правильно я понимаю, что текущие требования к распределению госсоцзаказа, они до сих пор остаются архаичные. То есть они не модернизируются, они не меняются, они остаются теми же на протяжении многих лет. И в итоге каким-то активным и современным НПО или людям с современным мышлением очень сложно пробиться сквозь вот эти бюрократические во многом требования при госзаказе. Ну да, здесь... Как здесь быть? Здесь имеет место, конечно, специфика государственного социального заказа, потому что здесь, он, говорится, как бы государственный заказ, да. То есть определенный поставщик заказывает свою услугу. Ну, соответственно, он закладывает туда те индикаторы, которые нужны ему. Но мы сейчас на всех площадках говорим о том, что темы госсоцзаказа должны обязательно где-то освещаться, где-то они должны обязательно проводиться совещания. Поэтому они же должны идти снизу вверх, а не сверху вниз. Да, да, да. Они должны... Ну, любой проект, когда он заканчивается, обязательно должно быть публичное слушание, да, по эффективности. Насколько он вообще нужен, этот проект, на следующий год, какая там должна быть сумма, какие там должны быть мероприятия. Может быть, вообще его отменить уже, он, может, вообще не актуален, как бы, да. Вот здесь как раз роль неправительственных организаций, самого общества, вот здесь она важна. И насколько открыта сама организация неправительственная, да, когда он говорит об этих результатах и предлагает свои механизмы, здесь она как раз таки важна. Чем ты открытый, да, и больше обсуждаешь, тем, наверное, действеннее механизм будет этого проекта. Но здесь проблема в том, что, как проверить, эффективен ли та или иная организация, то или иное НПО? Тоже сложный вопрос. Потому что какое-либо НПО, оно выдаст некий докладик, где будет все написано, цифры будут даны, стольким помогли и так далее. Но как это в реальности проверить? Здесь нужен мониторинг, общественный контроль со стороны заказчика, со стороны самого населения. Ну, мне кажется, здесь заказчику, конечно, выгодно просто выделить деньги, распределить бюджет и как бы с плеча скинуть и все. Да, в основном, конечно, здесь освоение, да, идет и достижение вот именно реализации того плана, который он опубликовал, который он поставил, да. С другой стороны, неправительственные организации через вот эти госсоцзаказы все-таки частично решают проблемы, понимаете. Они на разных площадках их поднимают, проводят какие-то обсуждения, диалоговые там площадки, дискуссии проводят. Есть организации, которые предлагают и разрабатывают целые там, пишут дорожные карты, предлагают изменения в НПА. То есть, ну, то есть здесь как бы нельзя исходить из того, что вот один он проект, 7 месяцев он реализовался и все на этом, да. Организация сама по себе на той она и организация, что он не только в рамках проекта, но еще и по своей деятельности работает. Поэтому бюрократических проволочек, конечно, есть, здесь много, здесь, наверное, ответственность со стороны поставщика и со стороны заказчика, она должна быть, ну, она прям, ну, явной такой должна быть, да, потому что поставщик, когда он оказывает свою услугу, он должен ее грамотно, чтобы именно решить эту проблему, да, направлен быть. То есть требования, ну, должны быть более гибкими, что ли, исходя из каждого направления. Да, 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 на сегодняшний, но вот единственное отличие госсоцзаказа от гранта, вообще социального заказа от гранта, это когда проставлены конкретные индикаторы, конкретный план действий, от которого ты не можешь вообще отойти. Вот, а в грантах как раз-таки ты уже можешь что-то изменить, добавить где-то, возможно, сегодня это уже не актуально, например, в начале года это было актуально, в конце года это по-другому. Ну, проекты, они вот как раз-таки должны, жизненный цикл их должен постоянно меняться. Хорошо, к эффективности. Вот вопрос от нашего телезрителя. Деятельность НПО вкупе с ними и социальные проекты резонансны скорее в городе, в сельской же местности, об этом большинство населения, как говорится, ни слухом, ни духом, разве что упоминается в докладах Акимов. Напомните, какие соцпроекты имеют эффективную деятельность для жителей области, а не только города? Вот, хороший вопрос. Я даже прям рада, наверное, этому вопросу. Дело в том, что гражданский ресурсный центр, он работает не только, ну, как таковой сидит, находится он в городе, но мы через соцсети, через WhatsApp-мессенджеры, через рассылку электронной почты, да, то есть мы через отделы внутренней политики районов, через ресурсные центры молодежные, мы работаем как раз-таки для того, чтобы их больше информировать. Причем в этом году малые гранты мы инициировали только для сельской местности. Приоритет именно был для них, так как они все-таки немножечко, ну, по финансированию у них меньше. Причем госсоцзаказ присутствует и в сельской местности. Обязательно по четырем направлениям ежегодно размещается госсоцзаказ в сельской местности через отделы внутренней политики и отделы занятий социальных программ. Здесь, как раз-таки, в сельской местности мы проводим выездные встречи, причем мы не только с НПО встречи проводим, и с госорганами, да, мы проводим даже и с жителями, чтобы они активнее принимали участие. Вот сейчас малых грантов, между прочим, по республике очень много, причем они нацелены как раз-таки на решение сельских проблем. Вот к вопросу нашего зрителя. Какие есть примеры эффективных НПО? Ну, во-первых, по четырем направлениям, как я сказала, работают уже, да, это вот там поддержка, есть там гендерная политика, поддержка семей там, да, в сельской местности. Второе направление, это поддержка молодежных инициатив. Третье, это социально-уземысловое население. И четвертое, это в сфере религии. Вот по четырем направлениям размещается гососозаказ. Помимо этого, вот, ну, если я говорить такой вот пример, да, мы в 2019 году через Центр поддержки гражданских инициатив реализовали малые гранты, да, было выдано 10 малых грантов по 500 тысяч. В 2020 году также были гранты, в 2021 году и в 2022 году вот ежегодно как бы размещались малые гранты. И вот, если говорить о ярких примерах, да, открытие в подстепном кабинета для оказания помощи женщинам, да, по вопросам как раз-таки бытового насилия, там, молодые семьи и так далее. Поддержка, так, сейчас даже вспомнить, как бы, да, а вот и был в Таскалинском районе такой, ну, житель именно Таскалинского района, поселка, инициировал очистку родников. То есть, ну, вот, как бы, да, те люди, которые живут в селе и болеют за нее, да, ну, как бы за то, чтобы там вот была стабильность, ну, как бы там устойчивость, чтобы молодежь там жила, там, семьи, все работало, как бы, да. Здесь как раз-таки участие самого населения, оно важно. Ну, тот проект, который мы сейчас сказали, экологический, он был поддержан? Да, да, 500 тысяч тенге, они расчистили родники, там, забили колодец, жители туда ходили прям вечерами, я сейчас точно населенный пункт не помню, но вот Таскалинский район. Да, ясно. Еще один тоже хороший вопрос от нашего зрителя. Отслеживается ли работа молодежных НПО и соцпроектов? Иногда не понимаешь, чем занимаются молодые ребята. Есть ли курирующие лица или органы? Возвращаются ли потраченные средства? Вот тоже сюда же к вопросу эффективности проектов. Конечно, сегодня присутствуют и недобросовестные поставщики. Это сегодня факт, когда некоторые проекты организации превращают, ну, как бы, в собственный доход, да? Ну, какая коррупционная кормушка получается? Ну, я не знаю, по коррупции, потому что, все-таки, это через портал реализуется же, государственный заказ, ну, как бы, открытый государственный портал, где имеют право участвовать все, причем, значит, критерии и так далее, там они, это... Другое дело, при реализации этого проекта, да, да, да. Вот здесь, как раз-таки, мы говорим, что основной задачей гражданских ресурсных центров еще нужно ставить еще и мониторинг вот таких вот социальных проектов. Сейчас государственный орган имеет право даже сам мониторить, должен размещать вообще даже, как бы, мониторинг этих проектов и вести этот мониторинг. Потому что промониторить эффективность проекта в конце, когда он уже реализован, это невозможно. Единственное, как вы сказали, это чисто доклад такой, да, по фотографии. Да, но я понимаю, когда, допустим, в основе лежит создание какого-то материального объекта, то есть построили что-то, школу там... Да, 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 и в конце оценить. Понятно, вот стоит конкретный объект. Ну, вот опять к вопросу от зрителей, да, вопрос молодежных проектов. Часто молодежные проекты это вот какие-то концерты, какие-то выступления, какие-то, я не знаю, различные дебаты, возможно. Ну, то есть что-то такое, ну, совсем не материальное, отвлеченное совсем. Там какая-то акция, помахали флажками и, как бы, освоили бюджет. А зачем это нужно? Кому эти флажки помогли, допустим? То есть все это уходит в песок в итоге? Здесь, опять-таки, я же говорю, есть заказчик, который заказывает определенную услугу. И если нужно провести в рамках проекта, в рамках государственного социального заказа, например, акцию, или, например, провести концерт, там, форум в День молодежи, да, например, то ты его и проводишь. Понимаете, когда есть конкретная услуга, построить дом, да, например, или там, не знаю, построить дворец. Дворец, вы же не будете строить что-то другое, да, вам что заказали, то вы и делаете. Соответственно, здесь так. Другое дело, насколько эффективен этот проект, да, мы говорим, что каждый год в конце, мы говорим, что на следующий год техническая спецификация, там, да, это вот, ну, то есть вот как раз-таки план действий, да, в ней должно быть вот это, вот это, вот это, чтобы была эффективность. А потом, как можно проследить эффективность за 7 месяцев, скажите, да, например, решить какую-то конкретную проблему? Мы говорим, что нужны долгосрочные проекты, когда ты начинаешь, мониторишь, потом предлагаешь механизм решения, затем ты решаешь, потом ты его продвигаешь, потом конкретные уже у тебя есть выводы, и когда конкретно есть решение уже, и ты видишь, что ты вот, ты построил, все, вот, пожалуйста, возьмите, теперь его примените, другое дело. Ну, вот в целом, мне совсем непонятно вот концепция мониторинга, и в целом, как можно мониторить, потому что, как мы выяснили, заказчик, ему главное распределить бюджет, как бы он вот в этом, в этом плане, как бы его основное внимание именно уделено вот этим деталям, да, распределить, отдать людям, которые будут заниматься решением. С одной стороны, должна быть некая общественность, но опять, общественность, это все-таки люди, это обычные люди, граждане со своими проблемами, со своей занятостью, но не все могут уделять какую-то часть своего времени на проверку тех или иных проектов, то есть тоже это какая-то такая тоже абстрактная конструкция общественности, и получается, что по большому счету, ну, некому проверять, некому мониторить. Ну, здесь, смотрите, если в технической спецификации прописать конкретные индикаторы, да, вот, например, цель, помощь в трудоустройстве, там, молодежи, если в индикаторе написано трудоустроить столько-то, там, например, там, или повысить, не знаю, там, если, например, стоит повысить просто знания, там, в трудоустройстве, да, где он может трудоустроиться, каким образом, какие механизмы, какие программы поддержки есть, то, естественно, он, значит, его там ознакомил, выпустил там брошюры, дал ему, и все на этом, да. Но если стоят индикаторы, вот как раз-таки прописание индикаторов в этом проекте помогает провести конкретный мониторинг и узнать эффективность этого проекта, насколько он там решил. Вот, например, мы ставили, значит, через выдачу малых грантов поддержать инициативу сельской местности, там, чтобы решить какие-то там частичные проблемы, возможно, там, да. Второе мы ставили, например, помочь неправедственным организациям решить именно механизм обсуждения вот этих тем госсоцзаказов. Мы разработали дорожную карту, но при поддержке другого гранта, правда. Третье, например, мы сказали, что мы откроем, поможем там в сельской местности, например, открыть комьюнити-центр. Мы открыли комьюнити-центр в Доринске. Четвертое, мы сказали, что мы в конце года откроем три организации. Мы открыли пять организаций сейчас, при этом три из них в сельской местности. То есть вот, ну, как бы, вот эти индикаторы, они показывают, насколько эффективны. Я не говорю про молодежные проекты, да, где разовые, может быть. Мы сейчас говорим на всех площадках, что разовые мероприятия. Ну, опять-таки, если государственный орган не может сам проводить такую закупку, да, то, естественно, он реализует ее через госсоцзаказ. Ну, хорошо, у нас остается практически уже минута. Ну, вот тенденция в сторону уточнения индикаторов, тенденция к тому, чтобы они были более конкретны. Она прослеживается? Что-то вот сдвигается с мертвой точки или нет, на ваш взгляд? Сегодня очень много прописано различных нормативных актов, стандартов прописано. Да, как правильно реализовать госзаказ, какие индикаторы должны быть, как мониторить нужно. Все правила написаны. Главное, каждый на своем месте должен ответственно подходить к данной работе. Например, если это заказчик, то он должен конкретно ставить задачу, конкретные индикаторы. Не просто так, например, для достижения собственных индикаторов, там, и реализации своего плана, да, а для того, чтобы конкретно решить какую-то социальную проблему. Поставщик со своей стороны, он должен все-таки стараться не просто освоить эти деньги, а именно целенаправленно направить, обсуждать и так далее, да, чтобы был результат. Хорошо, да, мы вынуждены заканчивать. Я думаю, что пока на этом поставим запятую, точку с запятой. В любом случае, разговор интересный, важный, и я думаю, мы продолжим об этом говорить и уже затронем другие аспекты. Большое вам спасибо за участие. Напомню, это была программа «Время вашего вопроса». В рубрике «Гражданская инициатива» мы обсуждали проект по поддержке НПО и повышению потенциала НПО. В студии выступала Гульбар Шин-Муштанова, председатель ООО «ЖАИК Танна». На этом все завершено. До свидания. Продолжение следует...